День переговоров и встреч. Главы государств, которые прибыли в Нью-Йорк на Генассамблеи ООН, сбиваются сегодня с ног. Так много мероприятий проходит одновременно. О них и о программе визита украинского президента подробнее Дмитрия Нопченко. Сегодня с самого утра тут всё, что только может быть. Всё параллельно, одновременно, всё в условиях дедлайна. Заседание Совбеза ООН, где председательствует лично Дональд Трамп. Встреча высокого уровня по противодействию терроризму, выступления президентов с трибуны Генассамблеи. Даже главам государств, а им выделен кортеж и полицейское сопровождение, приходится очень постараться, чтобы никуда не опоздать. Что уж говорить о членах делегации и прессе. В программе пребывания украинского президента всё сегодня тоже расписано буквально по минутам. Много двусторонних встреч. Есть и два главных мероприятия сегодняшнего дня. Во-первых, это выступление с трибуны ООН. Будет оно после трёх часов дня по местному времени. В Киеве это уже будет ночь. И переговоры с Генсеком Организации Объединённых Наций. Они должны стартовать буквально с минуты на минуту. И здесь есть интересный момент. Антонио Гутеррошу Пётр Порошенко передаст оригинал Большого договора о дружбе с Россией. Документа, который Украина сейчас решила не продлевать. Для того, чтобы и сам договор остался здесь, в ООН. И этот момент остался в истории. Среди тех встреч, которые уже состоялись, переговоры с президентами Хорватии и Египта, Йемена. С самого утра был деловой завтрак с первыми лицами американского бизнеса. Теми, кто хотел бы инвестировать в Украину. IBM, Boeing, Motorola, Citibank. Вечером ожидается встреча с президентом Турции. Есть и событие, которое не значится в официальной программе. Но из источников в Госдепартаменте нам стало известно о возможности встречи президента с госсекретарем Майком Помпео. И разговоре о многом, в том числе и о Донбассе. О возможности изменить ситуацию там Пётр Порошенко говорил в ООН накануне. Подчеркнув, что самым реальным путём для этого является миротворческая миссия под эгидой объединённых наций. И организация должна к этому вопросу вернуться вопреки противодействию России. Только Россия против миротворцев. Одна из причин этого – Кремль боится. Боится, что миротворцы увидят российские войска и российскую военную технику на всей оккупированной территории. Они также боятся потерять контроль за российско-украинским участком границы, который используют для постоянного проникновения своих войск на Донбасс. Я считаю это тестом, способна ли организация реагировать на меняющуюся конфликтную ситуацию. Тестом, который ещё только предстоит пройти. По стечению обстоятельств именно здесь, в Нью-Йорке, в рабочей обстановке, когда и праздновать-то некогда, президент встретил свой день рождения. Петру Порошенко сегодня исполнилось 53. И первыми, кто его поздравил, стали американские украинцы, спев «Многие лето» и, как принято в США, «Happy birthday to you». Из Нью-Йорка Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала «Интер». Спасибо.